Смотрите в этом выпуске президент пригрозил отправить на Донбасс пограничников, которые не справляются с потоком контрабанды. Кто не может найти возможность, как защищать кордон, будет возможность проявить себя в защите нашей державы на территории анти-террористической операции. Продажные выборы. Сколько стоит голос? В этом году ужесточили наказание за подкуп избирателей, но отчаянных кандидатов это не останавливает. Баррикады на киностудии. Главный вход здания перегородили машинами. На сайте киностудии появилась информация, будто перед главным входом ведутся съемки. Правда, с режиссерского кресла этого не видно. Все подробности далее в выпуске. Здравствуйте! Каким стал четверг, 23 октября, знают корреспонденты Первого городского. В студии Ирина Коробко. Это время Одессы. Главные новости дня. И теперь подробнее. Президент Порошенко подписал пакет антикоррупционных законов. Бороться со взятками будут по международным стандартам. Для этого создадут национальную комиссию по вопросам предотвращения коррупции. Основная цель нового ведомства – противодействие чиновникам, чьи поступки представляют угрозу национальной безопасности. Также президент Петр Порошенко подписал закон о прокуратуре. Он отменяет функции ведомства по надзору за соблюдением и применением законов. Напомню, Верховная Рада приняла эти законы 14 октября. Не уже, это произошло. У нас тут загальный нагляд ликвидованный, скасованный. Слідство мы должны передать Державному бюро расследований. И последний, радянский рудимент, украинской правоохранительной системы мы ликвидируем. Вас витаю с предписанием и вступ в дизайн закон о прокуратуре. Сегодня Порошенко находился с официальным визитом в Одессе. Президент провел совещание в порту по вопросам борьбы с контрабандой, а также представил нового главу Госпогранслужбы. Порошенко заявил, что у него есть доказательства, касающиеся коррупции в рядах пограничников. Указ о назначении нового руководителя ведомства президент намерен подписать после проведения проверок. Но с кандидатурой уже определился. Госпогранслужбу возглавит генерал-лейтенант, ветеран афганской войны Виктор Назаренко. Ваши афганские минули и ваше деяльність в зоне АТО дасть вам достатньо моральных підставок, для того, щоб ми припинили участь прикордонників в коррупційних схемах, проникнення товара через зеленку і подобні позиції в портах України. Кроме того, глава государства заявил, що силовики, які не можуть справитися з контрабандою, відправяться служити на Донбас. Хто не може знайти можливість, як захищати кордон, буде можливість проявити себе захисту нашої держави на території антаристичної операції. Україна подаст заявку на членство ВІС уже через 6 років, в 2020 році. Об цьому заявив вице-прем'ер-министр Владимир Гройсман. В ходе визита президента в Одесу был представлен план реформ, так называемая стратегия 2020. Его реализация приблизит страну к евростандартам. Особое внимание уделяется восстановлению разрушенной инфраструктуры Востока. Уже сейчас над этим работают правительство, Евросоюз і Всемирний банк. Главное – децентрализация власти. До конца 2014-го планируют провести децентрализацию в бюджетно-финансовой сфере, в 2015-м – во всех остальных. Мы должны совместно создать план. План на 6 лет, который позволит нам в 2020 году подать заявку на вступление в Европейский Союз. Но это не самоцель. Самоцель – соответствовать по уровню жизни нашим европейским соседям. И далее к другим темам. Глава областного совета Алексей Гончаренко использует админресурс для агитации на выборах. В интернете появилось несколько видеороликов, подтверждающих это. Например, вот эта запись сделана 20 октября в Кодами. Гончаренко во время выступления в здании райсовета призвал голосовать за определенного кандидата – своего однопартийца. Днем ранее глава облсовета агитировал в Ананьеве. На встречу собрали глав поселковых советов. В конце речи Гончаренко попросил чиновников убедить население голосовать за предложенного кандидата. В Комитете избирателей Украины уже заявили такой поступок – нарушение закона Украины и использование админресурса. Мы обратились за разъяснением и к самому главе облсовета. И вот как он прокомментировал произошедшее. Что прокомментировать? Я находился в отпуске. И свой отпуск агитировал за кандидата своего от нашей партии. Взял в отпуск и поехал ввести агитацию. Продажные выборы в МВД усилили уголовную ответственность за подкуп избирателей и продажу голосов. Но на чистоте избирательной кампании это пока никак не отразилось. В милиции зафиксировали уже больше 220 нарушений, часть из них в Одесской области. Как покупают голоса на выборах, разбирался Дмитрий Далматов. Люди, которые плохо поют, могут хорошо продать свой голос на выборах. В этом году ужесточили наказание за подкуп избирателей. Но отчаянных кандидатов это не останавливает. На этих кадрах видно, как жителям Одесской области бесплатно раздают продуктовые наборы. В пакете в придачу консервам и гречки агитационные листовки. У грозовиков собираются очереди. Подкуп избирателей зафиксировал один из наблюдателей. В целях конспирации мы не показываем его лицо. Он уже на протяжении месяца раздает людям пакеты. Картошка, лук, мука. Как это с юридической точки зрения считается подкупом, это должен установить суд. Продают голос за 200-250 грин, предлагают им. Есть списки людей, которые скупают, занимаются скупкой. Старшие так называемые. Списки людей, которые покупают голоса избирателей в нескольких районах области, Максим предоставил нам. Мы позвонили так называемым старшим, сказали, хотим продать голос. Нам ответили, все нужные люди уже набраны. По словам наблюдателя, только в Болградском и Тарутинском районах могут скупить голоса около 10 тысяч человек. Для небольших городов это запредельные цифры. По словам экспертов, на этих выборах свой голос готовы продать 8% избирателей. За галочку в бюллетене просит не меньше 500 гривен. У нас в каждом, я подчеркиваю, в каждом округе есть один, а то и несколько кандидатов, которые считают для себя наилучшим способом достучаться до избирателей. Это что-то положить ему под елочку, условно говоря, что-то подарить, принести, построить и так далее. В некоторых округах несколько кандидатов соревнуются в такой сомнительной деятельности. МВД начало больше 200 уголовных производств по факту подкупа избирателей. 12 таких случаев зафиксировано в Одесской области, в том числе на встрече с Сергеем Киваловым. Наказывать обещают не только тех, кто покупает избирателей, но и тех, кто берет подачки. Интенсивность нарушений по мере приближения к факту голосования возрастает. Я прошу всех тех граждан страны, кто решил, что это время подзаработать на грязных технологиях, знать меру ответственности. Чтобы не получилось, что за несколько сотен гривен люди окажутся за решеткой. В милиции говорят, больше всего нарушают закон кандидаты-самовыдвиженцы, преимущественно представители предыдущей власти. Дмитрий Долматов, Юрий Шинкаренко, Первый городской. Арсенал в вагоне в поезде «Луганск-Одесса» нашли сумку с боеприпасами. Обнаружить ее помогла служебная собака. Владельца поклажа на месте не оказалось, поэтому в милиции решили, что это была посылка. В сумке перевозили гранаты, тротиловые шашки и патроны в большом количестве. Кроме того, в посылке нашли гранатометр ПГ, его спрятали в одежде. Милиция начала уголовное производство по статье «Незаконное обращение с оружием». Напомню, поезд «Луганск-Одесса» возобновил движение 1 октября, но с 23 числа временно перестал ходить. Боевики подорвали железнодорожные пути. Чеченцы из добровольческого батальона имени Джохара Дудаева рассказали, почему воюют на Донбассе на стороне Украины. По словам комбата Исы Мунаева, они предложили свою помощь Киеву, так как больше 20 лет борются с российским агрессором и научились вести боевые действия с минимальными потерями. Параллельно ведут переговоры с Министерством обороны, чтобы тренировать украинских солдат. В чеченском батальоне уверены, нынешнее перемирие не пойдет на пользу Украине. Боевики успели накопить силы и вскоре грозят начать наступление на Славянск-Краматорский-Мариуполь. Эти люди жестокие, коварные, и у них нет человеческого лица. Они болеют русизмом. Я вам говорю так, как отец убитой дочери, как сын убитого отца. Я вам говорю, я знаю, что они несут за собою. Воюю здесь, защищая украинскую свободу, украинского народа, мы защищаем свою свободу и свою государственность. Суд по делу об июльской аварии со смертельным исходом в пятый раз переносит. Виновник ДТП Олег Поросовченко пока остается на свободе. Родственники жертв уверены, богатые покровители пытаются замять дело. Напомню, авария произошла 5 июля в районе Сортировочной. Под колесами Лексуса погибла мать двоих детей. Ее брат умер в реанимации спустя сутки после происшествия. И все подробности трагедии в репортаже Екатерины Лапицкой. Это кадры июльской аварии. Тогда под колеса Лексуса попали двое отдыхающих из Харькова – брат и сестра. Екатерину Воравину машина протащила по дороге 50 метров. Ее троюродный брат скончался в реанимации спустя сутки после трагедии. Слушание по этому делу в очередной раз перенесли. Не явились прокурор и матери погибших. Александр Корнейко говорит, ответчики уже несколько раз просили забрать заявление. Мы им задавали вопрос такой, а как, мол, насчет детей. Они-то и плачут, и все такое, без мамы, елка-палка. Он говорит, а при чем тут мы? Он у меня, папа ихний, папа, даже наоборот, четыре раза уже приходил и просил, что им подписали, им бумаги, то, что он невиновен. Человек, который был за рулем автомобиля и сбил двух пешеходов, остается на свободе и ждет очередного заседания суда. До вынесения вердикта с прессой общаться не хочет. Алексей Бурцев, свидетель ДТП, всячески поддерживает семью погибших. Я вообще стоял изначально на светофоре, когда случилось данное ДТП. То есть я видел все происходящее в этом ДТП. Я остановился, я остался как бы на месте этого ДТП. То есть все эти события, я рассказывал, как оно все было. То есть что все было изначально куплено, следователь и все остальное. Муж Екатерины до сих пор в состоянии шока. Вчера впервые побывал на месте аварии. Мужчине сразу стало плохо. В Одессу приехал из Харькова. Там вынужден работать по ночам, чтобы днем хоть немного побыть с детьми. Ребята уже прошли курс психологической реабилитации. Но легче не стало. Бабушка, блин, постоянно на больницах. Я, блин, пытаюсь как-то выкручиться, то есть работать по ночам, то есть именно найти какую-то более домашнюю работу, то есть быть ближе с ними и так далее. Ну, дети в ужасном состоянии, скажем так, прямым словом. Человек, убивший двоих людей, пытавшийся скрыться с места происшествия, сейчас просто разгуливая спокойно по городу Одессы. Я обращаюсь прежде всего к одесситам. Вам не страшно? Очередное заседание назначено на 10 ноября. Екатерина Лапицкая, Андрей Кульба, Первый городской. Баррикады на киностудии и главный вход здания перегородили машинами. Их поставили так, что протиснуться теперь можно только по одному и то с трудом. Все это больше напоминает баррикаду, как будто руководство киностудии готовится защищаться от штурма. Начальство ситуацию не комментирует. Говорят, мол, это техника для съемок рекламного ролика. На баррикадах постоял Юрий Гальченко. На сайте киностудии появилась информация, будто перед главным входом ведутся съемки. Правда, с режиссерского кресла этого не видно. Автомобильный ретро-ансамбль выглядит, как настоящая баррикада. Машины подогнали под самые двери, оставив лишь узкий проход. Виктор, бывший директор и генпродюсер киностудии, уверен, техника перед входом появилась из-за него. Мол, руководство кузницы отечественных фильмов ждет захвата здания гражданскими активистами, чтобы вернуть его на должность. Постанавливаться на работе я буду, но только официально, как это положено, потому что была нарушена процедура моего увольнения и сокращения. Действующие сотрудники не очень интересуются баррикадой. Мы не интересуемся, нам надо подлетать. Наша работа убирать. В руководстве комментариев не дают. Два дня мы пытались договориться об интервью с директором киностудии Андреем Зверьевым. Все впустую. Его подчиненные тоже оказались немногословны. Понимаете, как, для телевидения лучше, когда есть человек, что мы тут были. Я понимаю, как, да, но просто я тоже не могу. Это решение моего руководителя. То есть, он говорит, все комментарии на официальном сайте. Единственная информация, которая есть на сайте, скоро должны начаться съемки некого рекламного ролика о киностудии. Но вход забаррикадировали еще во вторник, и с тех пор никаких съемок не велось. Напомню, уже несколько месяцев вокруг киностудии не утихает скандал. Путем махинации предприятия пытаются вывести из госсобственности и передать в частные руки. Юрий Гальченко, Юрий Шинкаренко, Первый городской. Митинг памяти. Одесситы возложили цветы к мемориалу жертвам фашизма. Ровно 73 года назад, в октябре 41-го, в районе площади Толбухина, румынские оккупанты истребили за несколько дней почти 15 тысяч евреев, моряков, военнопленных и мирных жителей. Большинство расстреляли, но некоторых заперли в пороховых складах и подожгли. Всего за время Холокоста в Одессе было убито больше 30 тысяч евреев. В митинге памяти приняли участие гражданские активисты, представители еврейской общины, дипломатического корпуса и школьники Киевского района. Фашисты свезли большое число евреев только лишь потому, что они евреи, они не совершали, люди, которые не совершали никаких преступлений. И здесь их закрыли в зданиях, в пороховых складах, эти склады подожгли. И все эти люди фактически были заживо погребены, все люди были заживо сожжены и погибли. И эта таргедия, она, знаете, как такой большой рубец в истории не только Одессы, большой рубец и в истории еврейского народа, большой рубец в истории Украины. Сегодня чем это знаменательно, что здесь были все, и старики, и дети. Это значит, что память живет. И последнее. Битуриентов ждет ряд новшеств при сдаче внешнего независимого тестирования. В следующем году выпускников школ будут единые тесты по украинскому языку, независимо от того, собираются ли они поступать в ВУЗ. Результаты засчитают как государственную аттестацию по итогам школьного обучения, а также как ВНО, сертификат о прохождении которого можно использовать при поступлении. Язык – это основа государственности, и язык будут сдавать все выпускники школ. То есть, неважно, собирается он поступать дальше в ВУЗ, не собирается поступать, он все равно государственную итоговую аттестацию по украинскому языку проходит в форме ЗНО. Список предметов, которые можно будет выбирать, сократился с 14 до 12. Из-за невостребованности удалили мировую литературу и всемирную историю. Также теперь абитуриент может вместо одного иностранного языка сдавать несколько. Вводится и два уровня тестов – базовый и углубленный по украинскому языку и математике, а также так называемый пороговый балл. Это общеевропейская практика, которую решили применить и в Украине тоже. Что значит пороговый балл? То есть, вводится как бы оценка «Сдал, не сдал». То есть, тот минимальный уровень, который может говорить о том, что этот абитуриент хоть что-то знает. И у нас все. Таким стал четверг, 23 октября. Вы смотрели «Время Одессы» на Первом городском. Я желаю вам только хороших новостей. Увидимся на нашем канале. Всего хорошего и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин